Десятки тысяч людей, яркие флаги, падает снег. Картинка весьма привлекательная для мировых СМИ, даже далеких от Румынии. А тут еще и актуальные антикоррупционные лозунги. Вот и попадают протесты, выпуски новостей по всему миру. Ни снег, ни дождь не удержали этих людей дома. После того, как правящие социал-демократы провели закон, усложняющий суды над высокопоставленными коррупционерами. Самой Румынии о происходящем на улицах рассказывают не так однозначно. В материалах оппозиционных СМИ это народный протест. Но на провластных каналах – заговор внешних сил. Исполнение государственного гимна и вспышки, осветившие стены парламента, стали кульминацией протеста, собравшего на улицах десятки тысяч участников. Да, признаю, на улицах есть и честные люди. Но определенные структуры, как тут в стране, так и за границей, готовы срывать демонстрации и мирные митинги. Вопрос в том, кто отдает этим структурам приказ. Принимают ли они решения сами? Кто-то командует из-за границы? В стране бардак, согласны все медиа. Но одни обвиняют в этом непрофессионализм и коррупцию властей, другие – людей, митингующих на улицах городов. Партия власти ослабляет закон и экономику. Она назначает на ключевые должности абсолютно некомпетентных людей. Растут долги, растет инфляция, цены на газ и бензин. Мы не хотим, чтобы нами правили горы. Во-первых, право на свободу слова должно реализовываться в рамках закона. Во-вторых, как говорил сто лет назад Таке и Онеску, улица – это не государство. Если нам нужна демократия, претензии нужно предъявлять в парламенте, а не на улицах. Местные власти, может, и хотели бы разогнать протест. Но Евросоюз поддержал требования митингующих. Поэтому вместо полиции в бой идут провластные СМИ.